Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала. Ну что, я ездил в Астрахань. Меня пригласили, но мне в основном интересовало просто отвлечься в дельте Волги и экскурсия по самой Астрахани. Вот было затрачено на это время. Назад я возвращался. 800 с лишним километров. Просто так не одолеть. Пришлось два дня. Ехал вчера, заночевал. И сегодня рано утром выехал. И в обед я уже был здесь, так сказать. Все это, естественно, сказывается. Ну вот, я открываю канал. И что я вижу? Так вот, главное. Важное уведомление. Что тут написано? Нарушение правил сообщества. Видеокеросин и гинекология удалено из-за нарушения правил сообщества. Правил сообщества. Я вам рекомендую, в связи с вот этой вот, с этими удалениями, если у вас есть возможность, как можно больше моих видео перекачайте к себе. В противном случае люди, которые не понимают ничего в этом деле, могут просто-напросто вообще удалить канал. Так как это, по ихнему мнению, нарушает правила сообщества. Какого сообщества? Как говорится, а судьи кто? Давайте вернемся к комментариям. Я тут как раз читал комментарии. Значит, пишет, скучно без вас, хватит отдыхать, покажитесь, покажитесь. Вот на что я сейчас еще и отвечаю. Значит, Геннадий Петрович, и всем здравствуйте. Мне 56 лет. После приема лекарств от гипертонии, был гипертонический криз, у меня начался ад, воспалился весь ЖКТ, появились эрозии в желудке, гастрит, стержи в желудке, мучительная изжога, пропал аппетит и очень сильно похудела. В связи с этим, был гипертонический криз, принимала лекарства. Вы обратились к врачу, вам посоветовали принимать лекарства. Дальше обращайтесь к врачу, естественно, и говорите, что вы мне прописали, у меня воспалился желудочно-кишечный тракт и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, те люди, которые назначили вам это все, и вы получили вот такой результат, как бы сказать, гипертонический криз вроде бы как убрали, а другое получили. Ну вот к ним обратитесь, что я вам могу тут сказать. Вы как-то вот отдавайте себе отчет, 56 лет, взрослый человек, отдавайте себе отчет, что вы делаете, что вы получаете, и к кому надо обращаться. Либо же заниматься вообще, если вы видите, что люди, к которым вы обратились, абсолютно не смыслят в здоровье, значит, изучайте эту науку самостоятельно. Сложного ничего нет, тем более я написал книги. Более того, я затратил огромное количество времени, я их прочитал. Вы можете просто-напросто на этом канале их слушать. Ну, ладно, читаем дальше. Три месяца не принимаю никаких аптечных и химических препаратов. Ну, и что? Что этим вы хотите сказать, что не принимаете? А вдруг у вас опять будет гипертонический кризис? А вы не понимаете, от чего он возникает? Как с ним можно бороться? И опять подсядете на все это. Дальше. Желчный пузырь был удален в 10-м году. И всю, до поры до времени, было все хорошо. Вернее, до мая 23-го. Жила, как все, здоровой жизнью. И ни о чем таком не думала. Вот в этом-то и есть основная проблема людей, которые ни о чем не думают. И они хотят жить здоровой жизнью. То есть вы до 2010-го года, считая, что вы живете здоровой жизнью, делали все, чтобы с желчным пузырем были у вас проблемы какие-то. И потом, вместо того, чтобы их решить и оставить в желчный пузырь. А желчный пузырь – это важный вообще-то орган для нашего здоровья. Просто-напросто взяли, да, это вам посоветовали. Или вы сами там решили, да, удалить его, да, и все, да, что там с ним. И вот смотрите, до мая 23-го года жила, как все. А все, вы думаете, живут здоровой жизнью? Или это вам кажется, что вы живете здоровой жизнью? Все в основном движутся к законодательному снижению собственного здоровья. и возникновению тех или иных хронических заболеваний. Вот такая тенденция идет. Хотя я могу сошлаться на себя, а вот мне 70 лет, и я как-то это, с желчным пузырем и со всем остальным там, что-то я делаю совсем другое, нежели что отлично от всех, которые живут якобы здоровой жизнью. И смотрите, вот следующие фразы. До поры до времени, когда что-то удаляется из организма, и вроде бы, вроде бы ликвидируется, люди думают, что смотрите, причины, вот мы сразу вот такую вещь замечаете, причины, которые привели к удалению желчного пузыря, его не решились, их просто-напросто, как бы сказать, желчный пузырь, как орган, который испортился, его просто удалили, а причины остались. И они еще дальше 13 лет продолжали вас разрушать. Что в конце концов привело к тому, что у вас, так как причины действуют, значит, у вас этот гипертонический этот кризис был, который вы думали тоже, да сейчас я его таблеточками уберу. Эти все таблеточки должны пройти через желудочно-кишечный тракт. И отсюда и пошло, что вот эти вот таблеточки привели к тому, что он воспалился, желудочно-кишечный тракт, разъел слизисту в желудке, появился гастрит, желудок, я насколько понимаю, перестал нормально работать, переваривать, тяжесть в желудке появилась, далее, значит, мучительная изжога, аппетит, и, естественно, ничего не усваивается. Человек сильно сбрасывает вес. Тем более еще и возраст 56 лет. То есть к этому возрасту как раз жизненные силы слабеют, и начинаются более-менее какие-то проблемы. Но если мы ведем, заботимся о своем здоровье, и стараемся так, так вести свой образ жизни, вот, вот, жила, как все, здоровой жизнью, которая приводит к болезни. Вот если мы живем несколько иной жизнью, тогда мы можем чувствовать себя в 56 лет здоровыми, и в 70 лет здоровыми, еще более-менее полны сил. Вот так-то. Значит, жила, как все, и ни о чем таком не думала. Ну вот, вот, и ни о чем таком не думают. Большинство у нас живет, и ни о чем таком не думает, наживает болезни, а потом такая, трах-бах, ах, ах. И вот, вот, вот этот ах, теперь смотрите, теперь не жизнь, а сплошной ад. А вот этого всего можно было избежать, если бы вы до своих 56 лет поинтересовались, на чем основывается ваше здоровье, как его содержать в порядке. Вот просто задумали. А теперь сплошной ад. И что в этом, в этом, этом самом аду? Вот, вот, как разобраться? Ну, что, что человек пытается делать? С 12 октября начала принимать урины, почистила кишечник. Ничего особенно не выходило и не выходит. А с чего этого взяли, что вот именно там урина поможет. Вот смотрите, вы не устранили никаких причин, которые привели вас к удалению желчного пузыря, к гипертоническому кризу. Ничего не устранили. И вы думаете, что вот, введя вот этот порочный образ жизни, который вас уже привел в этот сплошной ад, вы думаете, что вот я сейчас теперь буду, то лекарство вы думали пить, а вы думаете теперь, ага, я сейчас урину буду пить, и все, у меня там нормализуется. Хотя бы тогда почитали, как уринотерапией заниматься. Это тоже необходимо знать. А, кто-то сказал, я буду принимать урину, Почистила кишечник. Ну, хорошо, почистила кишечник. Ничего особенно не выходило, не выходит. Так, нет ни слези, ни паразитов, ни прыщей, что меня очень расстраивает. Наоборот, я бы сказал, это вас должно, наоборот, радовать, что у вас вот это еще гадости нет. А вот эти вот вещи возникли, мучительная изжога, пропал аппетит, тяжелый в желудке, гастрит и так далее, они от того, что вы совершенно неправильно питаетесь. То есть, именно ваше неправильное питание, помимо еще других составляющих вашей жизни, привело к тому, что у вас сначала проблемы с желчным пузырем возникли. А дальше уже из гипертонии. И что вы хотите вот уриной решить? То есть, те вещи, которые можно решить с помощью того, чтобы от всего порочного отказаться, пересмотреть свое питание, как вы питаетесь. Это мы ничего не пересматриваем, мы сейчас будем вот это вот пить. То есть, тут совсем другое работает. Поэтому никто вам ничего не может сказать и не понять. Это работает чисто у вас. Проблемы с желудочно-кишечным трактом возникли от вашего неправильного образа жизни, и в том числе питания, которое вы ничего не поменяли. Закапываю урину утро в уши, нос, протираю лицо, руки, шею. Ну, протирайте. Обтираю тело упаренного урины. Хорошо, обтирайте. А что касается? А что касается питания? Вот. То есть, знаете, можно обращать внимание на все, что угодно. Я просто читаю, и сразу же у меня, как бы сказать, видение создается по тому, что вы написали, что вы совсем занимаетесь не тем, что надо. Вместо того, чтобы пересмотреть питание, там, что, чего и как. Но я книжку не буду там пересказывать. Вот. Вы тут пытаетесь урина решить. То есть, самое простое, вот вместо лекарств, грубо говоря, да, заменим лекарство уриной, и будет нам счастье. Не, не видите, оказывается, а это не работает, потому что это совершенно не на то направлено. Так. Подтягивает левую почку, головные боли, не имеет лицо и руки. И эта мучительная жога очень беспокоит белый налет на языке. То есть, там совсем, совсем другое. Головные боли из-за шлаковки, не имеет лицо и руки, опять-таки, из-за шлаковки, из-за шлаковки этих самых сосудов. Особенно, знаете, когда не имеет конечности. Левая почка подтягивает. Значит, в левой почке тоже что-то находится, какие-то отложения. Поэтому ее и подтягивает. Так, знаю, что нужно бы почистить печень, но я не решаюсь, так как удаляю желчный пузырь, ставлю компресс с мочегонами, глиной, область печени. Ну и что? Почистить печень, не решайтесь. Вот он удален, не удален, видите. А теперь вот оказалось, что как бы сказать, вот он нужен, этот желчный пузырь, а он удален. То есть, человек уже без желчного пузыря является инвалидом. У него уже неправильно работает желудочно-кишечный тракт, потому что желчь постоянно отделяется. Тут нужно придерживаться режима, я не знаю, придерживаетесь режима вы или не придерживаетесь. Вы просто описываете, что у вас там болит и всё. Прочистить печень, так, компресс, новость печени, ну и что? Ну и что? То, что должно решаться совсем другими вещами, у вас вообще на это ничего вы тут не это самое, не обращайте внимания. Я очень верю в уринотерапию. А не надо верить в уринотерапию, вы знаете, вот я написал книжку и прочитал достаточно много литературы по уринотерапии, плюс ещё я занимался сам. То есть в неё не надо верить, надо знать, на что она может воздействовать. На что? А вы это не понимаете. Вера. Я верю в уринотерапию и надеюсь, что поможет мне преодолеть эти недвижения, ведь месяц приёма урины это ещё совсем мало времени. То есть месяц вы уже её используете и особо не видите никаких результатов. Потому что, я уже в который раз повторяю, потому что вы совершенно не на то обращаете внимание. Я принимал опалынь 21 день до уринотерапии, сейчас настойку осины принимаю и у пупок ватку с берёзовым дюхтом. А повлияет ли это всё на пищеварение, на то, чтобы нормализовать пищеварение? Нет. Ни полынь, ни уринотерапии, ни настойка полыни, ни пупочек на ватку с берёзовым дюхтом абсолютно не влияет на то, как вы питаетесь. Желудочно-кишечный тракт портится из-за того, что вы не соблюдаете технологию приёма пищи. Оказывается, у желудочно-кишечного тракта существует своя технология приёма пищи. И вот если мы её соблюдаем, значит, он у нас нормально работает. И если не соблюдаем, грубо говоря, он может, пока человек молодой, сильный, и даже это всё перебарывать и поработает до определённого времени, ну, как у вас до 2010 года, когда вы начали сыпаться. Удалили желчный пузырь и пошло-поехало. Там всё. Ем каши, варёную свеклу, тыкву, сельдерей, сливочное масло, огурцы. Но вот это уже другое. Каши ешьте. Варёную свёклу, тыкву, сельдерей, сливочное масло, огурцы. Теперь как вы это всё едите. Как вы это всё едите. Если вы съели только варёную кашу, допустим, с тем же сливочным маслом, и всё нормально, ничем там не запивали, уже это будет способствовать тому, что вы дадите облегчение желудку на то, чтобы он работал. Далее нормально работал. Варёную свёклу съели также отдельно, отдельно. Они всё вместе. Тыкву запечённую, допустим, съели также отдельно. То есть, если идёт расстройство желудочно-кишечного тракта, то здесь необходима монодиета, то есть, вы принимаете один продукт в небольшом количестве, тщательно жуя, за один приём пищи. Допустим, кашу съели, грубо говоря, через 3 часа там свёклу съели, через 3 часа, допустим, тыкву съели, и, допустим, туда через 3 часа, если уж там огурцы есть, огурцы съели. Но не всё это вместе. Пожалуйста, помогите мне советами, поддержкой, очень нуждаюсь в них, как-то вместе было бы спокойнее и увереннее. Ну, вы читайте различные примеры, тут же огромное количество примеров. Правда, примеров с удалением желчного пузыря тут особо нету, но, тем не менее, советуйте с другими спокойнее и увереннее. Вот видите, вот когда человек себя загоняет вот такую вот яму болезней, он об этом не думает. А когда пытается из неё вылазить, вот тут вот ему надо, чтобы поддержка была, спокойствие и прочее. Ну, я сразу вам ответил, что здесь не моча нужна, а здесь нужна моно-диета. и я только что рассказал, в чём она заключается. Далее, чтобы вы гуляли, гуляли, ходили, чтобы вы давали физическую нагрузку на организм, чтобы организм понимал, для чего ему нужна эта пища, как её усвоить. Прошу всем неравнодушным и принимавших, принимающих урину откликнуться, буду всем рада и благодарна за поддержку и совета. Как я сказал, здесь не в ури не заключается, а прежде всего заключается в том, чтобы вы головой своей подумали, вот что вы делали до того, как у вас появились проблемы с желчным пузырём, что там вы там ели, как вы там ели, и ни на что обращали внимание. А вот теперь, вот если бы вы тогда обратили внимание, что вот тут надо там придержаться, вот тут надо вот так сделать, тут-то так, то есть знания применили бы. Вот, глядишь, этого бы не было. А теперь что получается? Вот, здоровой жизнью, я хочу жить здоровой жизнью, удалите мне этот желчный, он мне мешает жить, не работая ни с причинами, ни со следствиями. Я опять буду, ага, есть, 13 лет я продержалась, всё хорошо. А вот теперь опять эти же проблемы, которые были, и якобы их устранили, они вновь, и более того, они уже завязаны не просто с питанием, они уже завязаны с головными болями, с гипертонией, и прочими, прочими вещами, вот это вот, с сосудистыми заболеваниями. А теперь невольно придётся, вот, значит, какие-то, вот эти, все это советы делать, вот, вот, чего-то придерживаться, иначе тело вам не даёт жить, вам больно. Ну, и потом, люди не принимайте химпрепараты, одно лечишь, остальное всё калечишь, берите себя и своих близких. Ну, вот эту вот фразу, вот скажите своим внукам, чтобы они заботились о своём здоровье, с позиции, с позиции здорового образа жизни, который я рассказываю, который я написал в книгах, который я выставил, который надо, знаете, вот, как человека учат, писать, читать, там, вот это вот надо и основы здорового образа жизни, понять, как не вредить своему организму. И тогда не надо будет никакие химические препараты, ну, и прочие прибамбасы. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.